В предыдущем видео я начал формировать портфель на 100 тысяч рублей. Я рассказывал, там было не совсем 100 тысяч, там было чуть больше на 100 тысяч рублей. И там я предполагал разбить портфель на две части, рублевая и валютная. Сейчас продолжим формирование этого портфеля. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, на самом деле, я немножечко передумал. Я решил все-таки вспомнить, что я немножечко шальной, и у меня есть желание оставить 10% от всей суммы на очень рискованные активы на срочном рынке. То есть, это всякие фьючерсы, опционы, опционные стратегии и так далее. 10%. Вот сейчас вы видите этот портфель. Значит, 10% я отложил на срочный рынок. Это вот проект, по крайней мере. И остальные, остальное 90% разбил поровну на рубли и на доллары. И получилось, вот смотрите, у меня вот здесь вот в табличке всего 130 706 рублей. Так было. Из них я перевел, я показывал в предыдущем видео, 64 793 рубля 32 копейки. Ну, в рублях оставил пока. В доллары перевел 887 долларов. Вот. Пока на срочный рынок я ничего не переводил. Сейчас пока в этом состоянии все находится. Поэтому сейчас мы будем рассматривать проблему, ну, во-первых, с долларами. Куда вложить доллары? Вот у меня здесь получилось, что долларов должно быть вот здесь вот 45% от всей суммы. У меня получается, вот смотрите, вот она формула. Вот это умножить вот на это получается, ну, собственно говоря, вот это. 58 817 рублей. Здесь это рублевая часть, а здесь вот эта часть в долларах. 791 1,52 доллара. Мы хотим вложить в долларах, долларовую часть. При этом, это не все. При этом я беру и разбиваю вот каждую из этих частей еще на две части. Это будет 40% будет идти в крайне консервативные инструменты, которые, ну, либо совсем не могут потерять, либо, ну, как бы, типа облигаций, либо принесут доходность. Что это будут за облигации? Я сегодня не буду рассматривать, буду попозже рассматривать. Вот. И, значит, 60% я буду вкладывать в акции. То есть вот эту часть 40 на 60 я раскладываю, и эту часть тоже 40 на 60. Итак, значит, 40 я откладываю здесь на, опять же, очень надежную часть, и 60% я откладываю на ненадежную часть, то есть на акции в долларах. Вот она, сколько акций будет в долларах. Смотрите сюда. Значит, смотрим. Это, вот эта часть, видите, да, вот она, 791,5 долларов получилась. Умножаем на 60%, здесь надо вот сюда это умножить. И умножаем, ну да, вот эту часть умножаем на 60%, получаем 474 доллара. Что составляет 35 436 рублей, мы будем вкладывать в валютные активы. Вот она, 473 доллара. Что я решил сделать при этом? Значит, как я буду, в какие акции будем вкладывать в долларах? Ну, я решил, смотрите, что сделать. Вот сейчас мы видим сайт. Давайте я отдельно его открою. finviz.com finviz.com Вот он сайт. И здесь я открою... Вот. Вот это здесь все акции, которые входят в индекс S&P 500. Вы видите, что их очень много. Есть огромные акции. Какие же из них мы будем покупать? Что я решил сделать? Я решил сделать так, что мой портфель будет повторять, по крайней мере, структуру индекса S&P 500. Поэтому я решил сделать следующее. Разбить его по группам. Вот группы, видите, да? Вот. Valuation. Это по объему. И посмотрите, по группам здесь, ну вот еще раз смотрите, Maps. Здесь вот есть огромный раздел Technology, Communication Services, Financial Healthcare и так далее, и так далее, и так далее. Сколько здесь всего групп? Давайте посмотрим, сколько здесь всего групп. Вот всего групп оказывается 11. 11 групп всего. То есть мы весь портфель разбиваем на 11 групп, но эти группы, они распределены неравномерно. Поэтому, значит, вот здесь вторая графа Market Capitalization. Это по группам. И, значит, я в порядке убывания выставляю вот эту группу по Market Capitalization. Видите, да? Вот. То есть у меня получается, что... Ну, вот так вот я их расположил. В порядке очереди. В порядке убывания. И давайте начнем с самой нижней. Utilities. Вот. Ну, а что я сделал? Я нажал вот сюда на Export. И экспортировал этот файл. Там он экспортируется в формате CSV. Поэтому сейчас переходим. Вот я экспортировал этот файл вот сюда. Вот сюда. Вот он, этот файл. В точности. И, значит, я ввел столбец 1, столбец 2. Что такое столбец 1? Значит, я взял, просуммировал всю капитализацию рынка. Вот она. Просуммировал. И вот здесь вот взял и в долях процентов. 100% всего. Сколько процентов от этой капитализации идет на каждую отрасль экономики. Их всего 11, вы видите, да? Теперь, значит, дальше. Сколько уже долларов у меня выйдет? Вот здесь, смотрите. У нас получилось здесь портфель-обзор 473 доллара. Вот он ссылается туда на 473 доллара. Это здесь сумма. И вот эту сумму я разбиваю уже в соответствии с этими процентами по отраслям экономики. То есть у меня 101 доллара уйдет в отрасль технологии, чтобы повторять максимально индекс S&P 500. 71 доллара пойдет в финансиал и так далее, и так далее. И на utilities идет всего 10 долларов. Вот так. Поэтому здесь все уже, так сказать, немножечко сокращается, да? И давайте начнем с самого последнего utilities. Вот. Переходим назад на сайт Finviz. Нажимаем на utilities. И посмотрите, здесь все равно огромное количество акций. Какие же акции мы будем... Вот он, сектор utilities. Какие же акции мы будем покупать? Но давайте посмотрим на сумму, которую мы располагаем. У нас примерно 10 долларов, да? Для того, чтобы покупать акции из самого последнего столбца utilities. Смотрим сюда. И выбираем вот здесь прайс. Видим, да? Вот здесь пишется прайс. И мы вставляем фильтр. Меньше 15 долларов. Оп. Акции уже становятся сильно меньше. Видим, да? Теперь, что я делаю дальше. Дальше вот у нас уже акции остается всего лишь 25 компаний. 25 компаний, которые уже можно как-то проанализировать. Давайте посмотрим на эти компании. Значит, ну, здесь они по алфавиту. По алфавиту я не хочу их сравнивать. Здесь вторая столбец. Market Capitalization тоже я не хочу сравнивать по капитализации рынка, потому что мне это не так важно. Вот третий параметр более важный. P на E. И forward P на E, на мой взгляд, более важный. Поэтому я беру и сортирую их по forward P на E. Раз нажимаю. Вот в сторону увеличения. Все. То есть вот здесь forward P на E. Это profit to equity. Получается, что чем ниже этот параметр, тем лучше компания, ну, вроде как, по своим параметрам. И теперь мы будем покупать акции, ну, скажем, вот этой компании. Давайте просто уже смотрим конкретно на эти компании. Что же это за компании? Вот. Ну, честно говоря, я скопировал, опять же, вот сюда на экспорт нажал и скопировал эти все компании. Вот они. Вот в таком же порядке. И я начал смотреть, что же это за компания CPU. Вот. Ну, здесь мы видим, что это Central Puerto SA Regulated Electric Argentina. Аргентина. Аргентинская компания. Ну, ничего страшного, на самом деле, с аргентинской компанией. Вот. Ну, аргентинская так аргентинская. Но давайте посмотрим на нее вот так вот. Раз. Control C я нажимаю. Теперь я захожу в свой терминал Quick. Он сегодня работает. Почему я сегодня занялся американскими акциями? Потому что сегодня 22 февраля. Это понедельник. У нас выходной день. Но, тем не менее, всюду во всем мире все это работает. И биржа SPB работает. Я беру и включаю здесь. Вот так вот в поиск вбиваю CPU. Видим, что этой компании нет. Поэтому я беру и вот здесь вот эту компанию включаю красненьким цветом. И так продолжаю по всем компаниям. Вот сейчас, на данный момент, я вот еще эту вот компанию, например, не посмотрел. Control C захожу. Теперь захожу сюда. Control V. Ищем. Этой компании нет. Заходим сюда. Ставим ее. И ставим следующую компанию. Pico. Я даже не знаю, что это за компания. Просто есть она вообще, в принципе, или нет на бирже. Вот я ее вставляю сюда. Control V. Поиск. Нету такой компании. Сюда. И так я просмотрел все компании. Из всех компаний остались только три компании. H&P, KEP и PCNG. Три компании. Давайте посмотрим на них более внимательно. H&P. Нажимаем. Компания H&P. Huaneng Power International Incorporated China. Есть такое дело. Следующая компания. Corea Electric Power Corporation. Южная Корея. Следующая компания. PG&E. Известная компания достаточно. Вот она. Это американская компания. Utilities Regulated Electric USA. То есть, у нас осталось в сухом остатке три компании. При этом, значит, вот данная компания PG&E, она 11,64. Сейчас она чуть-чуть вылезает за наши лимиты. Сейчас давайте я покажу вам в другом масштабе эту компанию. Вот, что это за компания. На самом деле, про эту компанию мне кое-что известно. Дело в том, что эта компания поставщик электроэнергии. В штате, ну, во многом в Калифорнии в основном она работает. И вот здесь вы видите, что она стоила когда-то в районе 45 и более долларов. Вот, но потом, значит, она грохнулась очень сильно. Потом еще раз грохнулась. То есть, компанию преследуют какие-то неудачи. Что это за неудачи? Дело в том, что, ну, мы знаем, что в Калифорнии бывают регулярно лесные пожары. И, в общем-то, очередной пожар виновникам обвинили эту компанию. Вот, долго там, значит, собирали всякие доказательства. Но, в конце концов, все-таки суд решил, что пожар возник из-за неисправности на одной из подстанций у этой компании. И поэтому на эту компанию наложили бешеные штрафы, от которых она, не знаю, отделается или нет. То есть, акции компании грохнулись в 4 раза. У компании большие долги. Теперь, что касается, значит, 1164. Но она торгуется на бирже. В принципе, давайте посмотрим на эту компанию. П на Е, естественно, отсутствует, потому что прибыли вроде как нет. Но форвард П на Е 9.53, это значит, что за 9,5 лет она окупится за счет прибыли, которая ожидается. То есть, ну, как бы, вот это более такой хороший параметр. 9.53, в принципе, это неплохой параметр. Но, к сожалению, к сожалению, EPS минус 9.97, EPS next year 1.22, вот это вот очень хорошо. EPS next quarter 0.23. Что это такое? Это earnings per share, то есть прибыль на одну акцию. Прибыль появляется и, соответственно, появляется форвард П на Е. Вот, что это значит. Ну, вообще говоря, прошедший год минус 9.20, позапрошлый год минус 32. Опять же, по динамике минус 32, минус 9.20, в принципе, хорошая динамика. То есть, у нее убытки снижаются, и это становится хорошо. Вот. Ну, то есть, компания улучшается. Если она справится с своими проблемами, то она будет расти. Ну, это американская компания. Значит, в принципе, все хорошо. Теперь смотрим на корейскую компанию. Korea Electric Company. 10.74, она уже близко к нашим лимитам. Что у нее? P на Е 165, форвард П на Е 7.84. Но, судя по всему, эта компания очень много денег вложила в реконструкцию, потому что, ну, форвард П на Е сильно лучше, чем просто П на Е. То есть, ну, улучшаются, опять же, показатели этой компании. EPS 25%, EPS прошедший год минус 78%, то есть, EPS Next Year 38%. Очень хорошая компания, на мой взгляд. Вот. И давайте последняя компания, которая есть, H&P. Но, китайская, Huaneng Power International Incorporated, что у нас? П на Е 21 год, форвард П на Е 6.34. Ну, как-то вот аналогично примерно получается. EPS минус 80% this year, next year минус 7.83, EPS Next 5 year 13.10. Вы знаете, пока я решил, что вычеркну вот эту компанию китайскую, остается две компании. Корея, корейская, которая есть надежда, что вырастет, и американская. Значит, давайте смотрим на, что дает. Bank of America Securities с нейтрального на buy показывает. Это в декабре, 17 декабря 2020 года. Смотрим далее здесь, что у нас показывают. С 11 до 13 может вырасти. Оценочка следующая до 15. От 6 января оценочка, что она вырастет до 13. PG&E Corporation. Но немножечко она вылезает за пределы. Я не знаю, что делать. Давайте посмотрим сейчас на эти обе компании. Так, что у нас здесь? PG&E стоит. Вот он график. И следующую компанию. Давайте посмотрим вот эту. Korea Electric Power Corporation. Следующая компания. Корейская, что интересно. Ставим график. Вот она, корейская. Обе компании, в общем-то, на локальных минимумах, на 4-часовом графике. Вот. Примерно одинаково. Можно их, в принципе, взять. Давайте посмотрим вот сюда, на корейскую компанию. Ну, пока корейская компания у меня ближе всего к нашим параметрам. Поэтому давайте будем уже пробовать взять. Ставим на покупку одну акцию корейской компании. Не указан код клиента. Сейчас мы его укажем. Так, код клиента у нас будет здесь. Это ИИС у меня. Поэтому вот так. На ИИСе указываем код клиента. Все. Мы поставили на покупку. Ну, может быть, ее уже и купить. Чего мы будем мучиться? Давайте купим. Все. Мы купили одну акцию. Компании таким образом сформировали. Мы рискуем дико совершенно. 10,63 доллара. Вот. Но, тем не менее, значит, мы начинаем уже формировать портфель. То есть мы купили вот эту компанию. Korea Equipment. Korea Electric Power Corporation. Из Южной Кореи. Ну, понимаете, что деньги не такие большие. Поэтому не так страшно. Не должны мы их потерять. Тем более, что есть подозрение, что... Ну, вот, Bank of America говорит buy. То есть покупать. Собственно говоря, можно почитать даже вот это вот сообщение. Так, смотрим, что здесь у нас. Вот она. Top Ranked Value Stocks. Ну-ка, давайте посмотрим, что у нас здесь написано. Да ничего. Korea Equipment. Вот. Korea Electric Power Corporation. The company that operates an integrated electric utility company. And has a ZEX rank, number 1. Strong buy. Has seen the ZEX consensus estimate for the current year earnings rising 1% over the last 60 days. Korea Electric Power Corporation. Price consensus chart. Corporation quote. Korea, так сказать, is the price to earnings ratio 7.80. По сравнению с средним по отрасли 78 у нее P на E. А средняя по отрасли 20. То есть все очень хорошо. В общем... В общем, ЗАГС, по крайней мере, надеется, что акции этой компании вырастут. Ну, собственно говоря, мы ее уже купили, поэтому мы сформировали эту часть, по крайней мере, utilities. Мы сформировали. Точно так же я буду формировать следующие части. Я пока еще не готов к этому, ну, то есть не подготовил пока информацию, но она будет примерно такая же. Смотрите, еще раз. Значит, смотрите, мы взяли структуру S&P 500, взяли, разбили валютную часть, долларовую, на такое же количество, в таких же пропорциях, как S&P 500, по отраслям, разбили. И на отрасль utilities ушло 2%. Эти 2% мы забили. Ну, вот, соответственно... Ой, тут даже 9.75. Мы с превышением немножечко, но я надеюсь, что она подрастет. Вот. Таким образом, вот у нас будет уже формироваться вот эта, это не рубля, а вот она, долларовая часть. Я буду продолжать эти видео. Буду... Следующую часть я буду... Какая у нас будет? Real Estate. 3%, немножечко больше. На 3% уйдет 12-28 долларов. Соответственно, тоже буду подбирать компании. И об этом я расскажу в следующем видео, что я купил. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. И до встречи. Да, кстати, вы видите, что я формирую этот портфель. Здесь будет всего 58, вот уже 59 тысяч. То есть, если вы не хотите, например, вкладывать в рубли, то есть, все хотите в долларах, и у вас в районе 50 тысяч рублей, то можно рассматривать это дело, куда вложить 50 тысяч рублей в валютные активы. Вот такая философия. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. И до встречи.